Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнухин. Здравствуйте. Михаил, лидер, руководитель Венгрии, Виктор Орбан. Насколько мы видим из прессы, он принципиальный человек. Он один из единственных нынешних лидеров Европейского Союза, который очень жестко стоит на своих вопросах, готов быть единственным, кто идет против. И в этой связи у меня вопрос. Окей. Судя по всему, для него принципиально темы, которые он считает для себя важными. У нас в Эстонии наверняка тоже могут быть такие же вопросы. Насколько способны наши политики быть настолько принципиальны, как Орбан? Ведь это на самом деле вызывает уважение в обществе. Да, это вызывает уважение. Хотя должен справедливости ради заметить, что Орбан начинал резкий подъем в карьере с того, что был антисоветчиком. И в какой-то мере националистом. Хотя до крайних позиций там в Венгрии одно время очень сильное у националистов было движение. Но вот до этого он не доходил. Значит, в чем принципиальное отличие Орбана от массы тех политиков, которых мы видим? Значит, в понимании патриотизма. То есть он точно знает, что патриотизм – это когда любишь своих. Когда ты любишь своих людей, населяющих твою страну, и любишь саму вот эту страну. А есть второй подход, когда патриотизмом называют ненависть к чужим. Ну вот как-то так получается. Когда любишь своих, следишь за тем, чтобы их никто не обидел, никто не нарушал их права. И, по крайней мере, в своей политике руководствуешься тем, что выгодно населению твоей страны. Наши политики руководствуются тем, что невыгодно населению какой-то другой страны. Это в корне меняет подход, это в корне меняет все дело. То есть, ну, господи, ну что вы делаете? Ну вот без нефти не прожить, давайте более простой пример. Титан. Обойтись без титана в самолетостроении невозможно. Один из основных импортеров этого металла в мире – это Российская Федерация. Значит, вот вы хотите как-то с санкциями порушить экономику России, а почему вы против титана не вводите вот эти санкции? Да потому что вам выгодно. Ваши производители, все эти Локхиды, Боинги, они завязаны на вот этом российском титане, и взяться ему больше ниоткуда. Поэтому вы, идиоты, выставляете санкции на все, что угодно. Например, на лес, на котором у вас сидит там 10 или 15 процентов населения. Вот на это санкции ставьте, а то, что они после этого станут безработными, и, во всяком случае, потеряют значительную часть своего дохода, это вас не должно выбывать. А мы будем торговать. Они это не говорят, они это делают. Не смотри, что американцы говорят, не слушай, что американцы говорят, смотри, что они делают. Они же торгуют с Россией в полный рост. Тут, когда все эти санкции были введены в прошлом году, а в начале этого года, там прошло немножко времени, я вдруг соторопью узнал, что товарооборот между Россией и Соединенными Штатами увеличился. Это в то время, когда мы отказывались, ну, я имею в виду Европу, да, мы такие умные, мы отказались от дешевого газа, мы делаем все, чтобы прекратить, значит, поставки нефти. Да вы покупаете эту нефть, только вы ее покупаете с наценкой. Она проходит через Индию или на худой конец где-нибудь посреди моря-океана с одного танкера перельют в другой, там разбавят капелькой какой-нибудь нефти там африканского или южноамериканского происхождения, и все, и она типа уже не российская. А вы это будете потреблять, переплачивая дикие бабки. То есть вы этим самым, вот эта вот нелюбовь ваша к соседней стране, причем такая категорически заказная, вот, вы вредите своему населению. То есть невозможно вот ненавидеть и при этом быть любящим отцом, да, вот, ну, черт его знает, тут такая мешанина получается. Ну, в общем, Виктора Орбана я вижу как патриота своей страны. Я, кстати, пытаюсь вспомнить, когда последний раз вот хотя бы немного наши политики вот так же принципиально стояли на каком-то вопросе, и вот мне не вспоминается ничего такого. Ну, хотя бы на момент, на момент, когда Эстония входила в Европейский Союз. Я, кстати, с удовольствием хочу сказать, что мне нравится то, что Эстония в Европейском Союзе, ну, отчасти. С одной стороны. С другой стороны, я знаю, что когда, и вы близко к этому стояли, когда Эстония избирала вот этот именно путь вхождения в Европейский Союз, то общество было поделено. Да, практически 50 на 50. И там были принципиальные моменты, насколько я помню? Были. И главное было то, что, не помню, кто высказался в таком ключе, что мы только что вышли из одного колхоза, и вы нас пытаетесь загнать в другой. Вы не понимаете, что все колхозы образованы по единому образу и подобию. Над вами будет точно такой же диктат. О, нет, нет, что вы, что вы, в Европейском Союзе все будет по-другому. Вот теперь получаете вот это по-другому. При этом я согласен. Понимая вот этот, Орбан тоже, Венгрия, член Европейского Союза, там есть права вета, и он этим пользуется. А в Эстонии, насколько я понимаю, ни разу не пытался. Да это по большому счету, наверное, и невозможно. Просто для того, чтобы показать пример другим, что можно сделать в такой ситуации, обрубят какие-нибудь возможности, какие-нибудь программы на несколько сот миллионов евро, да. Для нас каждая копеечка сейчас на счету. Так что, нет, если уже попал в хорошее место, так служи, зараза, это поговорка такая. А вообще возможно ли в Эстонии подобный Виктор Орбан? Нет. А Мартхельме? Нет. Кажется, что он настолько принципиален, что позволяет себе такие вещи в политике, что никто не позволяет. Без каких-то серьезных потрясений это невозможно. Потому что, я еще раз напомню тем, кто у нас забывчивый. У нас голосование электронное. То есть, ну, вы не сможете, наверное, если придут люди массово на участки, вы не сможете фальсифицировать. Но, тем не менее, вот это электронное голосование уже перешагнуло по участию именно в электронном, по-моему, больше половины в последний раз было. Я уже не помню, что и как. Я не вижу на настоящий момент никакого выхода, я не вижу никакого кандидата. Я сам кандидировать не буду, но я приду на избирательный участок только для того, чтобы испортить бюллетень, чтобы никто не мог им воспользоваться за меня. И чтобы никто не мог за меня проголосовать электронно. Ну, у вас половина населения, одуревшие, ходят, они считают, что это каким-то образом легитимно. У них вообще вот этого опыта. Им настолько лень один раз в 4 или в 5 лет сходить на участок. Настолько лень, что им плевать на свою страну. И это будет, Виктор, продолжаться. Это еще в телефоны перейдет. Я хочу вам ответственно сказать. Буквально несколько дней назад я прочел новость, что голосование в Европейский парламент, которое состоится в 2024 году, по телефону запрещены. Это не значит, что по компьютеру нельзя, но по телефону запрещены будут. Значит, электронное голосование так или иначе останется. И оно сохранит власть за теми, кто правит сейчас. То есть за реформистами. И вы оглянуться не успеете. Это у вас по рейтингам, а не на третьем месте, там с 15%. Подойдут к выборам уже с более серьезными, там, какие-нибудь 20-25. Вот. Что для этого надо сделать? Как приободрить своих сторонников? Они это прекрасно знают. А там и до 35 недалеко. И это все можно натянуть. А когда у тебя решающая сила, остальные разбиты на маленькие группки, всегда можно сыграть на противоречиях между ними. И найти себе нормального партнера. Ну, нормальный в их понимании. То есть, чтобы слушался. Так вот. Я еще раз скажу. Орбан исходит из интересов своей страны. Он государственник. Когда он что-то говорит, то каждый раз я слышу голос человека, который не просто вот от спичрайтера получил листок, а он говорит. В этом есть своя философия, есть свое обоснование. Он серьезный человек. Таких по пальцам сейчас пересчитать. Ну, откуда у нас такие? Ну, откуда? То есть, само вот это сито, которое вот отбором занимается, оно этих людей просто не пропустит. Там другие проскальзывают. Вот. Так что, ну, как сказать? Ну... Надо дать ему должное тогда, да? Да, и, знаете, когда-нибудь венгры будут ему благодарны за то, что он сохранил их чувство личного достоинства. Потому что таким людям, как Шольц или Макрон, их народы никогда не простят вот того, что с ними сделали буквально за несколько лет, за последние годы, с их энергетикой, с их промышленностью. Господи, представить себе такое, чтобы немецкие фирмы побежали толпой переводить производство и куда? Не куда-нибудь в Азию, а в Соединенные Штаты, где оно по определению очень дорогое. И это сделали вы, между прочим. Это у вас прекрасно получилось. И... Ну, это унижение. Для мыслящего человека, для работающего человека это унижение. Вот. Никакими красивыми словами о вашем стремлении к какому-то там миру европейской демократии. Да видим мы уже эту демократию. Она как голенькая у нас перед глазами сейчас. И скоро эта картина начнет угнетать большинство. Но я вот боюсь, что... Я в Германии вот вижу людей, которые могут прийти на замену, да? А вот во Франции уже нет. А про Эстонию говорить нечего. Спасибо, Михаил, за ваше мнение. Да, это всего лишь мнение. Лично не знаком с упомянутыми товарищами. Могу и заблуждаться. Но вот такое мнение возникает, если читать аналитику и... Ну, пытаться разобраться с тем, что происходит в их странах именно в сфере экономики. Кто-то же должен был бы... Кто-то мог бы быть, вернее, образцом для Эстонии, как из этой сложной ситуации выкручиваться. Но сейчас вот в поисках такого ну, хоть кто-нибудь подскажите, помогите, что делать в такой ситуации, ну, по-моему, кроме Венгрии, в общем, никто не просматривается. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. До свидания. Желаю вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok